Идея собрать макулатуру для Максима Гришина появилась в нашем коллективе сразу после съемки сюжета. С инициативой выступила моя коллега Мария. Посмотрим, кто же примет участие. В ход пошло все. Старые газеты, журналы, книги, инструкции к технике и кипы исписанных листов А4. Вместе сотрудники газеты и нашего телеканала собрали более 10 крупных стопок бумаги. У нас как у предприятия накопилось очень много бумажных отходов. И с пользой, собственно говоря, мы сегодня их направляем в торговый центр Ларец. Это та самая ситуация, когда чем больше, тем лучше. Каждый килограмм здесь идет на пользу. Сейчас вся эта макулатура отправится с нами на пункт сбора. А значит, впоследствии поможет Максиму. Пункт сбора макулатуры в Ларце начал работу 18 октября. И с момента открытия точка не пустовала. Когда мы приехали в торговый центр, бумагу и картон волонтерам передавали юные жители муниципалитета. Ученики Винновского художественно-технического лицея. Мама пришлась по всему дому и нашла очень много макулатуры. Она нашла газеты, старые порванные книжки, тетради. И моя семья очень хочет помочь маленькому ребенку, чтобы он выздоровел. Неравнодушных было много. Ежедневно пункт сбора буквально тонул в принесенной жителями макулатуре. Мы не ждали, что придет такое количество людей, что так откликнутся. Мы очень рады тому, что люди очень отзывчивые. И на сегодняшний день мы видим вот такую большую, позитивно-внушительную массу макулатуры. Вчера волонтеры закончили свою работу в торговом центре и сдали собранную бумагу и картон. Как нам стало известно, их масса превысила одну тонну 100 килограммов. Александра Столярова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.